Итак, как покупать крипту на скрилле? Я уже неоднократно показывал, но покажу тебе еще раз. Сейчас ты видишь, что у меня на счету 52 доллара 25 центов. И мы хотим купить крипту. Мы залазим, вот мы видим основные показатели, основные криптовалюты, которые сейчас котируются. Как по полной для начала? Ввести. Вы привязываете сюда карточку, через карточку заводите на скрилл. И вот, когда вы уже завели, у вас будет эти 52 доллара 25 центов. Нажимаем крипто. Криптовалюта. Здесь у меня криптокошелек. Обрати внимание, вот у меня, допустим, то, что у меня сейчас есть. Ну, допустим, скажем, я хочу купить... Вот, видишь, здесь, так скажем, тоже есть криптовалюта. Я хочу купить то, чего здесь нет. Нажимаем на поиск. И здесь у нас уже весь список криптовалют, которые только есть для покупки. Палькадот появился. Эфириум классик. Эфириум классик уже 53 доллара. Боже мой. Ой, я когда-то покупал по 3-7 баксов. Сейчас бы был составительным человеком. Но, как говорится, знал бы прикуп и жил бы в Сочи. Появилось большое количество криптовалют, но меня интересует... Знаешь, что меня интересует? Меня интересует кардана. Она же ада. Нажимаем. Нажимаем. Нажимаем кнопочку «Купить». Сейчас она падает. Как раз нужно покупать. Купить. Напишем максимум 50 долларов. Потому что 2.25 будет комиссия. Так, за доллары на 100%. У меня получится 23 карданы. Нажимаем кнопочку «Продолжить». «Подтвердить». Подтвердить. А, да. Вот она, родная. Транзакция успешно прошла. Все замечательно. Сейчас заходим назад. Нажимаем. Видишь, у меня на счету уже ноль. Ну и поднятие произошло, соответственно. Прекрасно. Замечательно. Залазим, смотрим. Опа! Криптокошелек вырос. Теперь у меня 83 карданы на общую сумму 176 долларов. Ну, что весьма неплохо. Если обрати внимание, в самом низу XRP он заморожен. Написано N.A. Временно недоступен. 115 XRP. Когда-нибудь суд пройдет над XRP благополучно. XRP выиграет суд. И я смогу разморозить свои 115 монеток. Ну, а пожалуй, на этом все. Пользуйся криптовалютой, криптообменниками. И будет тебе счастье.